Мы, короче, с Русланом попали. Вот что значит поворот не туда. Решили, так сказать, срезать. Ну да, срезали. Тотальный ремонт дороги уже, наверное, километров 6 или 7. Просто жесть. Неужели они даже дальше, налево? Все стоят. О да, асфальт, асфальт. Какой же кайф это все-таки ехать по асфальту и быстро ехать причем. В общем, мы с Русланом сегодня быстро едем по мере своих возможностей на рыбалку, на сплав. Будем сплавляться на плотах покрасивейшем. Прям вот вообще одна из, наверное, самых красивейших рек в нашей области, реки Оскол. Если кто не знает, что такое плотик рыболовный, посмотрите, обязательно очень интересная штука. И для сплавов, я считаю, вообще просто ничего лучше нет. Ну и надеюсь, что по рыбе что-то получится. Вот я, допустим, не брился для того, чтобы, так сказать, примета. Ну и Руслан тоже несколько дней, чтобы еще что-то поймать. Ну и Киоскол есть практически вся рыба. Надеюсь, порадует хоть как. Хоть какая-то из них, из этой всей. А вот достопримечательность нашего города, причем он белым называется, это вот такие вот меловые горы. Сейчас там дальше еще на них будут, по-моему, домики располагаться, как дачки такие. Я и вообще зачетные. Ищем сейчас место. Мы здесь ни разу не были. Вот в одно заехали. Я зря не снимал, что-то не понравилось. Сейчас будем другое смотреть. Вот, наверное, вот сюда вот, где знак хватает, который, говорит, въезд запрещен. Ну он стерся уже, в принципе, мы его не видим. Ну я не вижу, допустим. А вот тебе, Руслан, для Нивы приключений. Так, прямо, да? Да, походу, прямо, да. Во! Тут симпатично. Кто-то, кто-то уже на симпатичнице. Вон, в головле уже, видишь? Най, прям сразу, может даже не отходя от кассы их ловить. Я так понимаю, нам туда, да? Ну куда? Ну мы здесь заходим, и вот туда поплыли, правильно? Сейчас еще про карты проверю. У нас тут дилемма. Получается, что мы заехали, здесь, как бы, у реки ответвление идет узкая ветка. У нас, мы же на ластах. И весь вопрос в том, выгребим мы сейчас на основную ветку? Или, или все? Потому что сейчас, ну я так понимаю, ты меня здесь оставляешь, я накачиваюсь, ты туда, возвращаешься, и мы плывем. Такой план? Ну, да. Все, Руслан уехал, а я сейчас буду качать оба плота и готовиться к его приходу. Ему тут топать 2,5 километра обратно. В общем, у нас сегодня авантюра небольшая. Я уже готов. Осталось дождаться Руслана, я так понимаю, ему еще идти, наверное, минут 20, не меньше. Давайте пока расскажу вам, что такое плотики, для тех, кто первый раз видит вообще эту конструкцию. Смотрите, ну это как бы плавучее кресло. Ты сидишь в нем, гребешь в ластах. Очень удобно в плане на сплаве. Потому что течение не несет в одну сторону, ластами достаточно маневрировать, можно практически на месте зависнуть. Вот эта река со средне-быстрым течением. Не знаю, вот для сплава лучше плотика я еще плавсредства не видел однозначно. Касаемо того, как в нем находиться, холодно, не холодно, много по этой теме спорят. Смотрите, получается так, что когда я сижу на этом плотике, я сижу как бы на воздушной подушке. Это сиденье надувное. И, соответственно, вода где-то вот по этот край заходит. Если хочется выше подняться, еще можно сюда какого-нибудь утеплителя, ну сейчас много продается строительных, положить. Есть еще, можно надувное что-то положить. И еще поднять вверху. И вообще водой, воды пятой точкой не касаться. Если кто-то переживает, соответственно, за свою пятую точку. Но я плавал в нем даже в ноябре. В принципе, нормально, терпимо. Если не целый день, конечно. Основной холод, кстати, на ногах. Ноги в ластах. Соответственно, вот там бывают замерзают, потому что ласты передавливают. Но вообще стандартная экипировка в плотике. Это обязательно вейдерсы. Без них никуда, потому что они дышат. Обязательно термобелье. В данном случае это вот такое термобелье от фирмы Polartec. Power Grid называется. Одно из, в принципе, лучших, наверное, что я встречал. Вот эти вот квадратики, они позволяют как бы и сохранять тепло, и в то же время интенсивно проветривать кожу, отводить влагу. Реально это все работает. Я их взял сегодня. Я не знаю, какая температура в реке. Это река Оскол, и температура там бывает разная. Иногда бывает очень-очень холодная вода, летом даже. А в каких-то местах, ну, где течение замедляется, бывает очень жарко. Думаю, что сегодня я немножко перебздил и зря взял такие теплые. Ну, носки взял все равно потеплее на всякий случай. Касаемо самих плотов. Смотрите, есть какой нюанс. У нас с Русланом плоты одной и той же фирмы. Это фирма Андатра. Она, кстати, производит много разных интересных, необычных плавательных средств. Но в данном случае это плоты. И у Руслана 130 размера, а у меня, соответственно, 160. Так как я больше, и мне нужна и большая грузоподъемность, и мне в целом на нем удобно. У меня был 130 плот, и я заменил его на 160. И, соответственно, не жалею, потому что и багажное отделение больше, ну, и вообще как-то в нем более комфортно. Багажное отделение сзади плотика, оно не сухое, а наоборот здесь сделана специальная сетка для того, чтобы вода здесь не скапливалась, а когда нужно она выходила, ну, и, соответственно, в общем, циркулировала, да, и пребывала или уходила. Сюда можно, кстати, класть рыбу, что я иногда и делаю, и, соответственно, она здесь сохраняется в таком нормальном виде, потому что постоянно какая-то вода сюда поступает. Если нужно сюда положить какие-то приманки, или это, я обычно кладу гермомешок. Сегодня гермомешок забыл, а вот Руслан, кстати, гермомешок взял. Так что сегодня какие-то... Где? Вот он он, да. Какие-то мои вещи переедут к нему, чтобы не намокли. Ну, а так еще два сухих бокса есть по бокам. Обычно здесь тут приманки, ну и всякое утро. В данном случае я видос снимаю, у меня здесь видеооборудование, здесь приманки. Ну, а так можно, конечно, класть все, что угодно. Плюс еще я наклеил сюда дополнительные для оборудования площадки. Я забыл катушка-держатель, ну, спиннинга-держатель. Сюда обычно ставлю спиннинга-держатель, а туда, соответственно, вот штанга для камеры стоит, ну, или еще что-то. Кому же что нужно. Я думал, он уже не дойдет. Вот замучился ждать. Ну как, для фигуры полезно? А? Как, для фигуры полезно будет? Да. Ну, отлично. Руслан, ты не пробовала? Без вейдерсов плавать на площади. Я вот тоже думаю, сколько уже лет это, а все время с вейдерсами. Может, надо как-нибудь попробовать? Четруселя, ласты и вперед. Как дела? Все хорошо. Ну, отлично. А я так понимаю, здесь же оскол соединяется еще более широкая ветка, да? Да. Ага, ну, сейчас узнаем. Так, у нас с Русланом какая дилемма? Мы выплыли здесь сбоку, но нам нужно вот сейчас преодолеть течение и выплыть туда, в главный банк. Тяжеловато, да? Не, надо вдоль камышей. Там, где обраточки. Жарко, конечно. Очень хорошо, что мы, наверное, начали сплав с 5 часов. Мы, по идее, должны за 3 часа преодолеть километров 5. Если все получится. Смотрите, ложная тревога. Почему-то один навигатор показывал, что мы вот здесь, а другой показывает, что здесь. Если здесь нужно сплавляться, выплывать из этого аппендикса, ну, а нам, значит, не нужно никуда. Нам остается просто сплавляться 5 километров. Это круто. Потому что, честно говоря, трудно очень выгрести против такого течения. Я бы сказал, нереально практически. 7 потов сошло. Руслан уже начал ловлю. Я что-то нагребся. Вообще жесть. Так, я сегодня планирую ловить на одной удочке. У меня будет стоять вот такая вот букашка. Трудно забрасывать. Полтора грамма всего. Но головлей очень любит. Оп, оп, оп. Вау. О, блин, куда меня занесло нафиг. О, отличное место какое. В чем особенность этой реки еще, она вот днем не проветривается. Поэтому в жару здесь просто нереально. Здесь не продувается ветерком. Получается, что очень душно. Оп, была атака. Сразу на всплеск. Рус, замедлись. У меня тут первая поклевочка была. Друзья, лично для меня любая рыбалка это радость. Полагаю, что и для вас так же. И так же я думаю, что эта радость удвоится, если за рыбалку можно будет получить еще и призы. Как? А очень просто. Сфотографируйте свой улов и отправьте фото на конкурс «Рыба моей мечты», который проводит ТЦ Спорт Хит, что на Сколковском шоссе. Вместе с магазином Мориман и лучшим сайтом о путешествиях вокруг света.ру. Главный приз этого фотоконкурса – лодка, которая и в хозяйстве, и в путешествии пригодится. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Решил разложить вторую удочку. Здесь у меня стоит «Дайва Стис». Это удочка стеклянная, спиннинг из Китая. С таким комплектом, походу, попробую кидать мелковоблеры. Стис, обзор у меня его есть, этой катушке. Это новинка от «Дайва» в 2020 году вышла, а у меня есть на втором канале. Но сплетню я еще не пробовал. Это вот первый выход. Как я как раз и брал, одна удочка у меня будет специально под эту приманку поверхностная, а другая под воблеры. Цель у меня сейчас в основном галавль. Но здесь и щука, и галавль, они вперемешку попадаются зачастую на одни и те же приманки. Главное сразу не поймать бороду и не начать все это дело распутывать. Под первым впечатлением отлично кидает вообще без каких-либо проблем. Да, хорошо летит. Я не знаю, сколько этот воблер грамм весит, но совсем малявка. Пару грамм, скорее всего, заброс получается точнее, чем на мясорубке сейчас. Я думаю, вы так-то видите. Вот. Это, конечно, ультралайт и лайткастинг в таких вот местах просто творит чудеса. Проплываем в такую симпатичную купальню. Вообще здорово. Здесь быстро тарзанки попрыгать. Душно, да, Руслан? Да, здесь, конечно, вообще парилка. Джунгли. Ну вот типичное головлевое место. Кустики, обратка. Но этот гад может по траве совсем не брать. В шесть начать клевать. Поэтому мы, собственно, и приехали ближе к пяти старались. Мы всегда для сплава по таким рекам наматываю толстые шнуры. В данном случае на одной удочке, на второй 0,6 намотан. Потому что, чтобы, ну, хотя бы вот из таких вот больнальных кустов можно было выдирать смело. Вот такие вот места всегда кажутся самыми симпатичными. И кажется, вот там, вот там она сидит и хочется туда закинуть. Это я сейчас попробую. Но обычно получается вот так, да. Ух ты, какой перекат, ёпороста-то. Мы вплываем в какое-то такое... Даже не знаю, как лучше его преодолеть. Хочется и половить же. А с другой стороны хочется и проплыть. Ну ты как, как быть. Оп, вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Мелкий, но... Есть. Очень противная рыба, потому что постоянно крючки в пальце загоняет. Смотрите. Ну, очень красиво. Надеюсь, что размер сегодня увеличится. Но с другой стороны первый приятно. Как водичка? Отличная, да? Мы вам завидуем, честно сказать. А нам куда? Нам туда или туда? Туда, да? Понятно. Меняю воблер. Хочу вот такой поставить. Друзья, посоветовали. Китаец. Цуёки. Редкий китаец в моей коробке. Ну, сказали, что ловит. Вот тут ловит. Я думаю, ну ладно, возьму на пробу. Почему, собственно говоря, нет? За такими палочками иногда любят стоять. А лавль? Ну, не в этот раз. Пару раз ловил. Вот так за палочку забрасываешь. Раз только. Уже покидавшись полчаса этим комплектом, могу сказать, что получилась просто отличная связка. Вот теперь, наконец-то, Diver Stis Air на плитне раскрылся, как по мне. Вот сейчас он делает то, что не нужно и как нужно. А не живет какой-то своей жизнью с флюром. Ух ты, а что это там такое? Надо подплыть, глянуть. Здравствуйте! Как зовут питомца? Гретта. Гретта. Я смотрю, она заинтересовалась, смотрит. Конечно, интересно. Какой такой слава стоит. Тут надо сменить, наверное, креманку. Вот, чтобы с никого для ставлю такой Чаби СССР. рус-рус-рус-рус, не заплывай, это же перекат. Развернись. Давай здесь облоем ее, попробуем, покрыем. Ох, опасно, коробка здесь лежит. Помнит кто-нибудь еще, как я с плотика коробку с воблерами тысяч на 25 утопил? Это невозможно забыть, это точно скажу. Одна радость, то, что видео получились интересные, прям, как мы ее доставали. Если кто-то не видел, я ссылки в описании оставлю, посмотрите. Действительно, хоть не просто так утонуло. Надо предохраняться. Предохраняться? О, ну это ты уже, наверное, сделал после того, как я утопил. Ну, я задумывался об этом до. Руслан, не забывай, якорь у нас был на веревке, когда утонул. Да, я тоже, кстати, задумывался, но я не знал, что это так может тут прям... Это кастинг, как у японца, да, этого? Да, это кастинг, как у японца. Ну, как китайский. У японца дюжедорогой. Ну, кстати, для китайца он сделан, я не знаю, просто, мне что-то кажется, по-моему, японцы у китайцев заказывают уже. Зачем самим мучиться, если можно заказать и продавать... А в смысле китайские солички, что ли? Ну, стал бал. Он сказал китайцу, что это японский бланк. Здесь мелководье такое обширное. Хорошо, что воблер поставил, это вот, у меня не было его в коллекции, именно Чаби СССРки. СССРка была, а вот Чаби СССР мне очень понравился прям сразу. Можно им и усы делать, которые голова любит, если спиннинг поднять. Прямо вот то, что нужно. А на перекатах он будет только так вот и играть. Я вот заметил, что для головля важно такие усы. Зачастую, если воблер их делает, практически все до ловит. ребят, мне комплект точно зашел. Прямо вот не выпускаю его из рук сегодня. Есть! Есть засранец! Ха-ха-ха-ха! Они, когда на крючки садятся, начинают дергаться. Это обязательно или в палец, или в грудь. Да, Руслан? Руслану не повезло ему в грудь. Или наоборот повезло. Так, ну что, порадовал. Правда, еле провел операцию. Давай, надеюсь, выживешь. Давай-давай. Вроде живой, но... Забыл удочкой держатель и все. Теперь какие-то страдания постоянно. Ох! Ощущение, что головля вообще сегодня не хочет питаться. которая активно услышал, но всплеск раз и все. А где остальные? На самом деле, это река. Ее называют головлиной, потому что здесь головля очень много. Иногда уловы там десятками штук за день измеряются и плавают очень хорошие особи. разы сейчас промахнулся огромной головой. Тут реально махина стояла. Труслан не даст соврать. Еще что-то такое косое. Сосранец. Сложное такое место. Вот он тут прям торчал. Обратите внимание, как камыш шатается. Такое ощущение, что его кто-то грызет снизу. ни ветра, ничего нет. Вообще, тишь да гладь. О! Вот он! Вот он! Ну, размер, конечно, это вообще кто? Да, лавль за бок поймался. Селедочка. Обратите внимание, какая тишина. Ни всплеска рыбы, никакой активности. Обычно, когда галавль активен, вода кипит, то есть, постоянно какие-то всплески там, тут, ну, ты видишь, что сегодня вообще ничего. Выбрали самый, наверное, неудачный день, который только можно в порыве, в смысле. Но здесь же никак не угадаешь.